Россия никогда с коленей не поднимется. Не поеду я в Россию. Значит, слушайте, что я вам скажу. А вам дулю. Вам нельзя. Аааа, не дождетесь. Ты думаешь, что ты такой первый, что ли, появился? Как ты? Ты когда пойдешь в Крым, а твоё? Жуть, я даже испугался. Сигмарин. Слышно, какая-то молодая лодка. Всё бы хорошо, но вас плохо слышно. Да это я плохо. Тихо говорю. Скажите что-нибудь хорошего. Что у вас куча покупателей в магазине, что предновогодняя распродажа, у всех куча денег в России. И все даже не знают. Очередь у вас стоит на кассе, я вижу. Не, у меня стабильно. С 12 до часу торговля. Остальное так. Стабильно? Ничего. А почему? А где же деньги? Говорят, там Россия вроде встала с колен, там санкции. Сделали вас только крепче. Покупательская способность выросла. Это вы придумали. Как это мы придумали? Ладно, я смотрю ваши новости. Да не может этого быть. Да как не может быть? В России никогда с колен не поднимется. Ну скажите, как вот в целом покупатели? С мешком денег приходят с двумя мешками, как кредитка расплачивается? Не, какая кредитка? Что у них? Карманы дырявые. Карманы дырявые. А что же врут по телевизору выходит? Что так? И конечно, естественно. У нас же слово правду не скажется. Все пропаганда. Не может быть. Я хотел переехать уже в Россию. Я как посмотрел ваши новости, там вообще так хорошо все. Атмосфера радости и счастья. Думаю бросить все к чертовой матери. Приедете в Россию. Вы меня заставили теперь сомневаться. Да ладно. Думал приеду, такой магазинчик открою. Я хотел уже поехать в Россию и открыть магазинчик, как у вас. А вы меня отговорили. Еще не поздно. Не, все, уже не хочу. Открою магазинчик, вот так закину ноги на стол и буду сидеть ждать, пока придет какая-нибудь бабушка и купит у меня чехол для мобильного телефона? И что же я заработаю за целый день? Да вы не тем собираетесь торговать. Чехол это не актуально. А вы чем торгуете актуальным? Женским нижним бельем. Что-то не вижу я у вас очереди за женским нижним бельем. Сейчас черновато. Пойдут с работы. Понял. Не, все, вы меня отговорили, не поеду я в Россию. Я думал там очереди в магазинах, просто там толпы ходят, богатых россиян. Все. Есть ко мне вопросы у вас? Конечно. Давайте. Не, сказали. Сейчас Зеленского начали называть зеленой соплей. Это что? Неуважение к собственному президенту? Ребята сказали. Значит, слушайте, что я вам скажу. Украина, свободное, независимое, демократическое государство. Где украинцы могут обсуждать своего президента, критиковать его. Слушайте меня. Украина, свободное, демократическое. Государство, в котором украинцы, граждане Украины могут критиковать своего президента и называть его как угодно. Это наше внутриукраинское дело. Как бы мы не называли своего президента, это не дает права вам делать точно так же. Это наш украинский президент. И ругать его, и обзывать можем только мы. А вам дулю. Вам нельзя. Это традиции. Да, это украинские традиции, да. Это наш гетьман, и мы имеем право его выбирать. И скидывать тоже имеем право мы. Но вас это не касается вообще. Это наше внутриукраинское дело. Пока не придет русал. Пока Москва к вам не придет, порядок там не наведет. Вы считаете, что мать должен прийти и порядок навести? Да нет, сами позовете. Зачем? Понимаете, сейчас вот пока вы ополчились единым фронтом, пока есть кому гавкать сзади, кого науськивать. Понимаете? А потом все, на вас забьют. И вы сами сначала разобщитесь, а потом начнете между собой грызть, и потом звать хозяина. Как это всегда было. У вас в Москве звать хозяина? Всегда так было. А-а-а, не дождетесь. Как говорил Иван Франко, а ось вам дуля, да пицаму пыку. Нет, такого не будет. Время рассудит. Время нас рассудит, это тут я с вами как бы и не спорю. Тут всегда есть такие фразы в диалогах, с которыми совершенно невозможно поспорить. Время нас рассудит. Это точно. О, о, блин. Кружевные трусы, е-мое. Кого я вижу? Ты еще живой? А я на зло вам еще знаешь, сколько жить буду. Слушай, кошмар. Ты бы видел тебя со стороны. Видел и не раз. Я же монтирую ролики. Я же вижу себя со стороны. Я же ролики монтирую. Да, ты по-другому на это все смотришь. Ну, смотри, какая штука. Я-то себя вижу, а тебя нет. Почему ты себя не показываешь, а дорогу показываешь? Ничего себе. Представляешь, что ты такое чудо, ты меня не видишь. Ничего себе. Сыкатно, да? И ты мне об этом... Почему сыкатно? Ты меня на слабой не бери. Нет. В смысле на слабой? Я просто спрашиваю, сыкатно? Нет, мне не сыкатно, я никогда себя не показываю. Если дома я сижу, да, я себя показываю. А если за рулем, я себя не показываю. Почему? Ну, у меня вот такая традиция у меня. Ну, сыкатно. Скажи, ну, что тут такого скажешь, что сыкатно? Ну, хорошо. Мне часто за какие-то вещи бывает цикотно. Ну, взять... Чтобы удовлетворить твое. Заткнись, слышь ты, че, блин. Не родился еще такой человек, который, бог бы мне рот закрыть, сказать мне, заткнись, а я взял бы и заткнулся. Ты думаешь, ты такой первый, что ли, появился? Я в шоке с вас, россияне. Учить вас еще и учить. Говори. Твоего народа. Когда пойдешь в Крым отвоевать, тварь, а? Пропагандон, блядь. Что такое? Что-то тебя бомбит от чего-то. Что такое? Меня бомбит по отношению к такому, как ты. Ты когда пойдешь в Крым отвоевать? Ты не переживай. Всему свое время. А почему вы не спросите со своими правительствами за Крым? Месть. Вышли педагоги из Крыма, предали свой народ, а теперь сидите ноль. Месть это такая штука, такое блюдо, которое подается холодным. Жуть, я даже испугался. Да я недреко тебя вшел вшить. Да? Страшненько. Да. Я ожидал. Это потому что я в России живу, наверное, поэтому страшненько. А оно, конечно, накладывает отпечаток свой. Я с вами не спорю тут, согласен. Да, да. Страна проживания накладывает отпечаток. Серьезно, что? Это однозначно вообще без вариантов. Бесспорно. Страна проживания всегда накладывает отпечаток и на внешность, и на характер, и на манеру поведения. Ну, что сделаешь? Значит, так она и есть. Со стороны видней использовать буду. Можно исправлять ситуацию. Как исправлять? Ну, как исправлять? Расскажи. Можно исправлять, можно работать над собой. А, в смысле не забывать о станке там, да, бритвенном? Ну, вообще в целом. Я говорю про вообще, про процессы. Ну, россиян меньше пить, следить за собой, чистить зубы, делать ремонт в квартире, приводить как-то все в какой-то порядок более-менее, чтобы было красиво, задуматься про дизайн, заработать денег, прекратить войну. И если все это одновременно сделать, то, глядишь, может быть, цивилизованное государство появилось бы. И так люди появились бы более цивилизованные. А так вся цивилизация живет вдалеке от вас, а вы, собственно, как-то не очень. Ну, ты просто думаешь о мире насущном, о земле, о земном. О каждом цветы. Они ходили, допустим, там, те же, допустим, ну, вот, скажем, Василий Блаженный. Он не думал об этом. О чем? Ты, надеюсь, православный христианин? Я не обсуждаю вопросы религии. В основном у всех, кто у меня спрашивал этот вопрос, я задавал ответ на вопрос, чем православные отличаются от католиков. И люди, в принципе, не знают ответ на этот вопрос. Это очень глубокий вопрос. Как вы думаете, чем православные от католиков отличаются? Как тебе сказать, собор был. Чисто я спрашиваю у вас, как вы думаете, чем католики, вот люди, которые считают себя католиками, отличаются от людей, которые считают себя православными. Чем они отличаются? Отличаются, как сказать, как люди, так сами по себе, они не отличаются. Ну, а зачем вы мне задаете вопрос, православный ли я христианин или нет? Разве это для вас играет значение, если вы не знаете разницу между этими течениями? Конечно, конечно. У нас символ веры идет от истинного Господа, Бога, 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 Иисуса Христа. А католики поменяли его символ веры. Вот все наши отличия. Ну, как бы, там не только одно, там много чего. Поэтому я уверен, что я в истинной вере, а католики и еретики. Поэтому я и спрашиваю, православный христианин или католик, или, может быть, вы там, протестант, еще кто-нибудь. А знаете, бывают такие люди вообще агностики, слышали? Что-то слышал, но я стараюсь в эти дни лезть. Я тоже стараюсь в эти дни лезть. Просто проинтересовался, поинтересовался у вас. Может быть, вы в курсе, как вы к ним относитесь? Да. Я не обсуждаю религиозные вопросы в чат-рулетке. Ну, а я вот ищу таких вот. Я, кстати, очень недавно связался с одним, тоже с Украины, тоже православный христианин. Ну, мы там начали за бороду, как мы с вами начали за бороду, да? Да. Вот тоже так зацепили за бороду, но оказался он православным христианином. Ну, и так поговорили. Очень даже было приятно. Конечно, очень много грязи здесь в чат-рулетке у меня. Блин, даже бывает подточнивает. Ужас. Ну, блин, да, да. А вы с какой целью выбираете Украину? Быть может, у вас есть вопросы к украинцам? Ну, да, как бы есть, потраливают, да. Ну, грешным делом хотелось бы понять, почему, как. Ну, как бы вот это дело. Ну, я стараюсь на эту тему не говорить, потому что... На какую на эту тему? Как было? На Украине просто очень много верующих людей, там много церквей. В Украине. В Украине. Хорошо, пусть будет, по-вашему, выкуп в Украине. Пусть, а я не претендую там на... Вы по поводу войны не интересуетесь у украинцев? Что они думают по поводу России? Как-то, быть может, вы бы могли как-то повлиять со своей стороны на окончание войны? Мы молимся в церкви за мир, чтобы не было войны. Чтобы брата убийства на войне не было. Вот мы за это молимся. Я вас понял. А как бы нам так сделать, чтобы вы помолились за то, чтобы Россия вывела свои войска из оккупированных территорий? Нет у вас такого желания? Ну, как, тоже молиться надо. Есть там оккупированные войска. Я, чисто говоря, не знаю. Не буду это ждать. Есть они там, нет. Есть, да. Вы помолитесь, чтобы Россия вывела войска и деаннексировала Крым. А про репарации молиться не надо. Это уже наши будут. Ну, вы молитесь по-своему, а мы в нем по-своему. Скажем так. Мы, как бы, знаете, я вам так скажу. Обходя стороной религиозную тему, украинцы думают так. Говорят, на Бога надейся. А сам не плашай. А сам не плашай. Мы стараемся заставить Россию это сделать. Что-то у вас не получается. Получается. Получалось. В России не получается перейти в наступление. Мы сдерживаем очень успешно. На протяжении уже пяти лет. Замечательно. Знаете, как написано в Евангелии? Что невозможно человеком, все возможно Господу. Поэтому, как бы вы там ни старались, как бы мы ни старались. Есть там российские войска. Нет там российских войск. Какая разница, да? Вы считаете, что вы там правы, да? Мы считаем, что мы правы. Я знаю одно. Как Господь промышляет, так и будет. Бесполезно. Слушайте, хотел вам... Какая разница, я буду умирать. Хотел вам задать вопрос. Как вы считаете, а может ли Бог создать камень, который не сможет сам поднять? Поднять как? Создать камень, который сам не может поднять? Поднять, да. Нет, не может. Как сказать не может? Может, но это ему не нужно. В смысле? Но если он может создать камень, а потом не сможет его поднять, значит он не всесильный? Ну вот это как бы вопрос такой, он сам себя уничтожающий. То есть не понял сейчас, в смысле сам себя уничтожающий? В нем нету веры, веры нету в нем. Господь Бог, он бесконечен. Ну так он может создать такой камень, который не сможет сам поднять? Поскольку он всесильный, значит он может создать такой камень? Это все равно, это все равно, что утверждает, что Господь Бог может создать еще одного Бога. То есть Господь, он не создается, он был, всегда есть, бесконечность, понимаете? Ну про создание сущности самого же себя, это гораздо сложнее вопрос. А может ли он создать такой камень, как вы думаете, или нет? Не то, что он не может, просто как он, ну не может, не знаю, ну не может, да. Если не может, то выходит, что он не всесильный? В смысле не всесильный? Но если он что-то не может. А о чем его всесильный? Ну как не может, а зачем ему это делать? Ну я не знаю, теоретически, он может быть этого делать не будет, а теоретически? Ну теоретически, теоретически можно что угодно. Вот поэтому вот это и есть мудрость человеческая, которая очень бессильна пред мудростью Божией, понимаете? То есть мы не можем уместить в своем черепке всю мудрость Господа Бога. Ну вы вот надумали, допустим, Господь там может такой камень, чистое человеческое, логика человеческая, вот ваша, чисто человеческая, земная. А логику Бога мы не можем понять, поэтому мы берем это все на веру. А во что же мне получается верить? В то, что Бог сможет создать такой камень или в то, что Он его не сможет создать? Блин, ну как вам объяснить? Ну на это обычно говорят пути Господни неисповедимы, то есть вам не нужно об этом думать. Сможет он, не сможет. Зачем вам об этом думать? Если Бог меня создал таким, чтобы я мог думать и в том числе задавать себе такие вопросы, то почему же мне такие вопросы самому себе не задавать? Задавать, но только есть такое понятие, прелесть человеческая. То есть когда человек начинает думать, что он лучше, что он, его логическое мышление выше, как бы, ну, Духа, Святого, Господа Бога, понимаете? Почему же оно выше? Я размышляю, я пытаюсь понять, может ли он так сделать или нет. Ну вот вы как считаете, может или нет? Я не знаю ответа на этот вопрос. Этот вопрос не является сам по себе вопросом, а является сам по себе парадоксом. Это называется парадокс. Правильно, правильно, правильно. Такая вся жизнь из парадокса и состоит. Так вот, если Бог создал этот парадокс, то он же должен как-то его разрешить? Поэтому я и не общаюсь на тему религии и на тему веры. Это очень сложные вопросы. Он имеет совсем другие ценности. Мы не знаем, какие у него ценности. Но то, что если он создал нас такими, которые готовы и в состоянии размышлять над этими вопросами, то это уже само по себе интересно. Это здорово. Не, ну это хорошо, что размышлять. Но ответ на этот вопрос нужно найти. Есть такие вопросы, которые можно, не нужно размышлять, а нужно просто взять на веру. Вот допустим, вот мы верим в Троицу, да? И вот даже святые люди, там, святые отцы, там, да, святые, там, ну, Серафим Старовский тоже. Очень много на святых, как сказать, да? Ну вот, отцов. Вот они, никто не пытались разъяснить, что такое Троица, и никто не смог. Потом, в конце концов, они говорят, просто берите на веру. Понял. Меня не устраивают такие ответы. Хотел еще у вас уточнить, почему в Библии существует отдельно Бог, а отдельно Господь Бог? В чем разница между ними? В смысле? Ну, в прямом смысле. В Библии существует сначала создание мира, когда его создает Бог, а потом еще речь идет про Господь, ну, про Господа Бога. Это получается два разных Бога или один? Один и тот же. Один и тот же? Там не совсем так. Вам нужно посмотреть самое начало. Не, не, там самое начало, вам нужно посмотреть самые первые строки в Библии. Ну, знаю, вы пытаетесь бытие мне там, да, начинать? Да, так там про Бога, а потом про Господа Бога, а потом снова про Бога. Ну, почему он по-разному? Хорошо, хорошо, давайте так, проще вам объясню, попробую, если мне получится. Есть, допустим, скажем так, у вас есть отец, да, которого вы уважаете, вы называете его папой, там, допустим, да, или отец вы называете, отец. А потом, допустим, там, приходят и говорят, мой хозяин, мой отец, то есть хозяин мой отец. Господь Бог – это хозяин над тобой, Бог над тобой хозяин. Вот так вот. Просто в одном тексте так пишется Бог, а здесь пишется Он, Господь, Бог наш. Над нами как бы господствует. Нет, существует, смотрите, Бытие, глава первая. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Мы это все читаем, 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 и Он сотворил, и тут, собственно, потом продолжение. И так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои. А потом, смотрите, и создал Господь Бог человека, и тут уже появляется Господь Бог. Потому что и создал Господь Бог, Он создал такое творение, над которым Он господствует. То есть получается Бог, получается, какая штука. Бог создал небо, землю и все это, а потом появляется в Библии Господь Бог, который создает человека из праха земного. Так это два разных, получается, Бога, Бог и Господь Бог? это одно и то же одни тоже господь бог бог ну одно и то же просто можно создавать ей ничего там сложного не не поначалу да я тоже очень много вопросов было очень много с батюшкой там и общались и спорили и читал много извините она разорвалась очень много вопросов есть понимаете как на которые практически невозможно найти ответы и если вы не священники и не занимались изучением огромное количество вопросов по поводу каина авеля продолжение рода человеческого и так далее это очень сложные вопросы религии веры их сложно очень обсуждать поверьте парадоксов таких довольно много вы сами знаете и вопросов довольно много здесь важно понимать что практически все религии мира говорят нам о том что самое главное в вере в религии это любовь это очень важно понимать всем христианам любого вероисповедания я имею ввиду в любого любых течений христианство католикам протестантам православным это неважно и христианское учение и как и учение других религий она в первую очередь подразумевает любовь любовь правит миром и агрессия ненависть войны убийства они осуждаются на сегодняшний день всеми практически мировыми религиями нашего мира поэтому я к чему призываю я призываю не ссориться на теме религии не обсуждать это в какой-то агрессивной форме не проводить каких-то воин крестовых походов либо джихада против неверных я предлагаю всем строить будущее в котором любовь и любовь ближнему любовь друг друга гораздо больше играет значение нежели войны агрессия либо нападение одних стран на груди на другие тем более поэтому all you need is love предложение сегодня в интернете одно другого лучше конкурс на то как наказать у колонистов громадский выпустила материал де розглядаются основные аргументы ухилянцев там всякие типовые чему депутаты не воюю чему я повинен віддавати життя за країну яка нічого мені не зробила та інша мерзость притаманна людям з інтелектом слимака а ми нещодавно теж обговорювали мобілізацію сиділи з колегами в бліндажі це пише військовий а відпочивали після боротьби з невеличким потопом та ще й пораненого недавно евакуували нас требовав якраз поговорити про мобілізацію та жорсткі дії ТЦК так от мій хороший колега сказав що на цьому етапі йому вже похуй наскільки жорстоко діють ТЦК хай витягують їх ну їх то тобто ухилянтів прямо з ліжок на очаг дружин хай волочить по підлозі при дітях щоб ті знали хто їхні батя хай виколупують їх з громадських туалетів і кидають в буси з голими немитими жопами хай знімають спотягів забирають в Нацгвардію как вам така ідея це просто конкурс якийсь ці видео людей які знаходяться сейчас в ТЦК похищены их просто ну их прут пруди их этим видео никого не удивиш просто они эти видео это 12 дней сидит нифига себе 12 дней типа ого 12 дней я запостил сегодня в телеграме кстати подписывайтесь на телеграм там точно можно пообщаться а мне пишут да это не рекорд андрей вот был чувак он там сидел 14 дней типа даже у людей где-то есть в папочках отдельные видео типа я щас я видео скину вот видео смотри там другой чувак какой-то сидел 14 дней в ТЦК это типа что это же лишение свободы значит от чего в смысле что это такое салют байдарка вот сижу вот наши келли плакаты это тоже ТЦК лакаты шмакаты койки-шмойки не типа такая тюрьма типа все остальное а это я стол уебался вчера два раза при всей комиссии я в этих документах лежит пачка духов я в этих документах не ставил ни единой подпись мне запретил велись они от нам походят идешь служить я просто тут вот так вот сидя передо мной семеро офицеров и сзади все пацаны стоят я тупо дважды да да я не обстал кровь хуяри нахуй а не это это само количество я верю это не само количество это я я думал что я сплю или я думал что в каком-то бреду нахуй что в натуре вот это семь взрослых людей сидят меня такой заряжают мне кажется я спал я хотел проснуться нахуй вот как у меня малято причем этого человека в плане это сон или не сон и когда про сон говорят что это не сон а про сон говорят что это не сон и про сон то сложно понять действительно мы спим сейчас вот вы сейчас стрим смотрите вы спите или нет люди отказываются почему его держат 12 дней люди отказываются проходить влк наказание за отказ проходить влк нет статья конституции не разрешает заставлять человека проходить какие-либо медицинские обследования исследования ну типа я не раз я не хочу проходить влк говорит человек а его не выпускают до того момента пока он либо не подпишет контракт сам самостоятельно там либо не пройдет влк они его не мобилизует все так это сон или не сон напишите пожалуйста в чате как вы считаете это матрица может быть или что это может быть сон в кредит пока человек не подпишет документы влк пока не признает необходимость мобилизации по ну ладно что если будут год сидеть его не выпустят никогда полиция в курсе дбр в курсе судам вместе с полицией с дбр вообще насрать на это сбу занимается тем что кошмарит сегодня журналистов всем остальным в принципе пофиг потому что все как в совке знают про этот беспредел никто совершенно с этим делать ничего не собирается логики немножечко хотите вы поняли как выглядит их логика это же идеально что мне это украина дала там она тебе дала паспорт за яким ты отримаешь прехисток статус беженца житло выплаты что что за людоедская странная логика ведь это же не украина дает человеку статус беженца не тоже но если мы говорим там про европейские европейцы дают статус беженца не украина это европа дает человеку статус беженца статус защиты от войны дает не украина она не дает такое да это дает европа вы вдумайтесь что мне дала это украина вон от обидала паспорт за каким ты отримаешь зараз выплаты в европейском сеток это же европейские выплаты жилье которое людям дает германия сегодня им дает германия что логично где вы слышали чтобы в украине беженцам давали жилье поселили на три недели в спорт зал какой-то школы и на этом все жилье тем людям которые нуждаются беженцы в германии выдает государство германия или там норвегия финляндия подставки нужны но не украина при этом если даже у человека нет паспорта и он пострадавший от войны то он в любом случае получит эту помощь даже если он не является гражданином украины при этом если он пострадавший от войны он получит такое же самое пособие он получит все то же самое при этом европа вообще дает убежище не только гражданам украины беженцам от войны надо убежище сирийским беженцам мигрантам из стран африки они тоже получают пособие они если нуждаются в жилье государство его ищет и предоставляет даже швейцария и на языковых курсах если вы хоть раз когда-нибудь ходили или ваши какие-то знакомые вам рассказывали вам расскажут про то что в германии вы увидите там сирийцев африканцев из разных стран это языковые курсы не исключительно для украинцев что у нас сегодня интересует зрителей замечательный комментарий комментарий дня зачем тебе косички андрей какой на дворе год ты такой смотришь а судя по новостям и папа потому что происходит что-то как-то у меня если внутри ощущение в украинское информационное пространство то не 24 но это сюрреализм людоедская логика это не так это неправильно в украине никто по паспорту не получает сегодня жилье или какие-то пособия вы вдумайтесь какой уровень пособия а что сегодня в украине можно получить по паспорту в украине по паспорту можно получить вот это как в 37 воронки когда черные приезжали забирали людей так сегодня только вот эти вот машины они разные могут быть могут быть полиция вместе с тцк может быть просто тцк и выглядит это абсолютно одинаково только времена поменялись раньше не было мобильных телефонов и не было возможности снимать как это выглядела в хронику а сегодняшняя хроника вот такая тцк-шники залезли прям туда во двор к человеку прям вот и вот частная собственность вы понимаете почему в украине нельзя иметь огнестрельное оружие и нет закона про его применение про самооборону защиту своей территории своей земли и своего жилища почему потому что по такой беспредел был бесконечный он адекватный а чё он бьет а я киевин мав цей залазить через наш забор и бегать в нас в подверье он не мав никакого права я все буду снимать они не мали права лезти через наш забор не мали вы тянет вы кумер да а ну давай куда дыхать дыхать меня не мав что дыхать я не алкотестер а вы не хотите вы не хотите вы не хотите я прямо его сын покажет мы ничего поганого не скажем что вы любите вы не видите вы не знаете вы чуете или нет а где то маленький дикет кай выходит покажи я герень выходит Дай мне пальчику, пожалуйста, мне. Я прыгал. Хай выйдет. Чому вы на меня кричите? Я сам не божаю, потому что кричите на меня. Я не хочу ему говорить. У меня есть правопорушник. А что он нарушил? Он в пьяном виде, в городском городе. Где? В городском городском городе? А где городском городе? Это ваша карта. Покажи эту человеку, как он или он. Хай выйдет из машины. Я взял. О-о-о, класс! Я снимаю. Возьмите, снимайте. Возьмите, не переживайте. Он не поедет, он выйдет и показывает, что он. Он пьяный совсем. Втроем не смогли его повязать. Представляете? О-о-о, класс! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. О-о-о! О-о-о! Душит! Правильно! О-о-о! Душит! Правильно! О-о-о! 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 Душит! Правильно! О-о-о! Полиция! Класс! О-о-о! Давайте, давайте! О-о-о! Номер машины сейчас снимай. Номер машины. Номер машины. О-о-о! Готовый. Скакал через забор. Немал права. Давай, ну давай, давай. По чужому подверье. Оходь! Цей рок. О-о-о! Для чужих людей есть. Для своих нема. О-о-о! Готовый. Ноль. Через забор чужий скакать. Завтра цей хлопчина. Пидет он первый на той ноль, а не кто-то. Что? Вот так прикрыл. Что чути алкоголем? Так. Молодцы, молодцы. Давайте, хлопцы. О-о! В машину оберезно залазься. А как душить, то можно. О-о! Домальный военкомат у вас ездит. Я его душу, не все. Ви душили? А вы маете право так, людьми, робити? Я скажу, покажите. Ви покажите своего военкомата, как вы его душили. Военкомат скакал нам через забор, бегал нам по подверь, его не можно. Куда вы втикаете? Авто. А там о малышнями. А что вы, будь ласка, что вы втикаете? Будь ласка, представьтесь. Доброе. Посвідчение. И завтра скажите, в каком громадском месте вы углубили. У вас есть алкотестер на твой? А давайте выключим три и нерависти. Набрали судно. Позвоните. Вознаймите. Вознаймите. Голиницы, я возьмите, будь ласка, вашу военкомата на алкоголь. Вы никуда не едете, вызывайте другой наряд полиции. Возьмите алку на алкоголь. Я хочу ехать. А я номер раз сняла. Я сняла тетку любу, да? Чёрные фары у соседских ворот. Люльки, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись моя голова с переполненной плахи, летела туда, где Родина. У этого мужчины сын воюет, которого они загребли. За что его загребли? Причём здесь ТЦК. Что это было на видео? И самый важный вопрос. А куда звонить этим женщинам? Ну, что происходит? Куда им звонить? Куда? В 102? Алло! Они ржут просто. Полицию вызывают. Они говорят, ха-ха-ха, это смешно. Родина. Это пиздец. Это в буквальном смысле. Людей загоняют палками на фронт. Причём, вы видели силовая подготовка полицейских, которые втроём, одного маленького худенького мужчину, вообще явно, он оказывал сопротивление просто тем, что он не выполнял их действия. Ну, их силой просто он там выкручивался. Не смогли скрутить. Шо это такое? Ну, это... Андрей, не смейся. Да мне не смешно. Это истеричный смех. Понимаете? Что тут смешно? Это что? Это смешно? Вообще это ни разу не смешно. Что в этом смешного? Это смешно? Это если его сейчас вот так не сгребут, то придут русские и его сгребут? Мы его сгребём первые или что? Что это значит? Что это такое? Это для истории. Может быть, и вам не так весело. Да, собственно, честно говоря, и мне не очень весело. Потому что, ну, какое уж тут, честно говоря, веселье. Да смотрите, какие сегодня шутки юмора шутит интернет. Ведь в народном юморе, в народных шутках, в народных анекдотах есть всегда отражение реальности, действительности. По текущим анекдотам можно сделать всегда очень много выводов. Тем более, если они политического небытового характера. Как вам песенка? Мы рождены, чтоб прострелить колени. Толпой насильно в бус упаковать. Я не буду петь, у меня нет голоса. Но это же смешно. Мы без предела крутим карусели. Нам на закон с большой горы насрать. Всё выше и выше и выше. Цена за отсрочку, увы. И с каждым законом всё ближе. Мы краю, что звут Сомали. Вот народ сегодня скажи, як завьяже. Шутки юмора вот такие. Как вам? Потом будут изучать. Подождите, какие были анекдоты того времени? Над чем смеялись люди? Известно над чем. В эти весёлые песенки. Вот вам забавная песенка. Гоп-стоп! Мы подошли из ТЦК. Смешно. Ну реально смешно. Мне смешно не от этой самой по себе шутки, а от того, как народ на это реагирует. Уже это народные песенки. На Евровиденье вот такое бы отправить. Гоп-стоп! Твоё ребро, моя рука. Теперь, блядь, съебываться поздно. Инвалид серьёзно под их прикладом. Осторожно. Позвать юриста? Не, не можно. Мы подвезём, ведь нам не сложно. Ждут тебя уже на ВЛК. А-ха-ха-ха! Блиииииииииииииииииииииииииииииииий, понимаете. А ну, вроде-ка ну, смех сквозь слёзы. Но иронии больше чем обычно. Реально больше чем. Вот это прям в точку. Гоп-стоп. Мы подошли из ТЦК И всё оно ложится прямо на песенку, ложится. Где те люди, которые умеют петь такие песенки и не кринжово, потому что я, например, такое петь не могу. Просто навсегда Да, эта шутка юмора со всеми навсегда останется. Она в историю вошла как номер один шутка событий 23-24 годов. Пойдет? Пойдет. Почему медсестра бьет ребеночка, который только родился после перерезания пуповины? Тому еще виду хлял ты не воюет. Это же реально рышенька. Это самый классный мем на сегодняшний день. Номер один. Топчик. Согласитесь. А я-то думаю... И сразу же ребенок начинает орать. Что орешь у хилян? Не на фронте воюваты будут все. И по жопе ему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова